итак здравствуйте дорогие друзья и вот очередное моё видео это которая будет состоять завтра итальянской серии а между миланом и интером 4 числа будет происходить в милане на сан-сиро дерби которая каждый болельщик как милана как кинтера это всегда не ждут противостояния двух клубов у одного города и я решил снова же записать это видео для того чтобы посмотреть как мы сыграем с компьютером дерби и как обычно я болею за интер и я буду играть конечно же за интер вот мы смотрим наши параметры чтобы там не говорили что я допустим выбрал тому команду там сложность игры допустим там не звезда футбола допустим лучший игрок или профессионал вот я беру самый высокий вот 30 на что есть звезда футбола и так обычно по 10 минут глядя с матча но я в этот раз хочу по 15 потому что это очень сильно мало я думаю самое нормально будет по 15 минут вот тип мяч мяча травмы тоже у нас включены все включено эмоциональность игрок тоже включены все максимальное число замены как в серии а три замены в матче вот и план игры план игры конечно я не буду милана ничего не менять вот у интера я поменяю потому что сейчас все по-другому чуть-чуть так ну конечно же у нас марио и карты впереди затем рафинья левый полузащитник перечищ правый полузащитник это у нас будет кондрева дальше что у нас галерди не идет да конечно да вот он нас есть затем у нас борха валера но у нас он не будет у нас будет брозович вместо борха валеру по версии получать итальянской премьер-религии ориентировочный состав вот такой полузащиты центральной полузащиты галерди не и брозович затем у нас очень хорошее изменение которое интересное вообще полностью не это нравится доброзе левый полузащитник правый конце ла у нас будет ну конце лада вопросов 0 вот вот этот составчик у нас будет вот такой вот ориентировочный но я бы хотел но я думаю что вместо там вроде а выйдет это далберт я больше как бы рассчитываю принципе мне все устраивает как бы брозович показал последние две игры просто превосходно день неплохо тоже защита тоже принципе конце ла вообще превосходных но я вместо дом вроде бы хотел бы увидеть далберта никак в полете сделал замену с антоном там я не понял конечно ну хотелось бы конечно же бы увидеть далбертом ну что сделаешь вот принципе у нас вот такой вот будет урочный состав скорее всего как я предполагаю но может все измениться все зависит от получаем спалить и так в стадион ну домашний до сан сиро там наверное давайте выберем танцевать вот у нас танцевать и так время принципе вечер да у нас вечер сезон лето зима да прикольно зима и все случайно ладно погода я не буду высоты травы низкая случайно давайте случайно потому что мне даже интересно это как бы вот это никогда не настраивал ничего не лазер в этих устройках как бы не это не было интересно в принципе и так в принципе мы план игры выбрали все принципе поменяли кто нам нужен как расстановка будет все в принципе у нас все готово ну насчет миланы я не знаю я думаю там может быть другие ребята выйдут которые будут играть но все же так так розыгрыш начинаем и как говорится вперед и так вот это блин для меня долгожданно просто я это ждал уже давно когда будет играть милан и интер я очень сильно ждал этот момент и обязательно завтра этот мяч не пропущу как мы говорим футбольный мячик но футбольный матч я конечно же не пропущу чтобы другие как бы это знали но все же все же вот у нас выходят две команды на поле это милан и интер очень интересное предсостояние конечно же и и по статистике что интер будет не как дома на выйти ну хотя бы даже у их один стадион у милана но все же вот донорума банучи не успел ну или я допустим милан тоже слабо знаю кто там уже должен только родригес который должен был перейти в интер летом но он все тоже кей выбрал милан ну что сделаешь и вот у нас показан интер это у нас ханданович левый дамброзия центральные два защиты миранда и шкринер правый канцело центре полузащиты у нас брозович и галеридзини затем у нас больше в атаке идет иван перещич рафиня и кондрева и атакующие нападающие у нас центральный это у нас марио и карди но мы ошибаемся вот видно вот в первом моменте у милана который могли забить но они не воспользовались момента вот иван перещич как обычно по флангу бежит он видит и вот первое у нас момент мы пробиваем но донорума спасает свои ворота вот иван перещич отдал передачу но марио и карди не воспользовался этим моментом вау и еще плюс удар от ворот не поправки не так и не отшибается он так сказать что я ошибаюсь канцело на хандано еще хандано еще наш кренера а не на бразочке извиняюсь дамброзио 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 видит марио и карди но марио и карди не дают вот бразыч молодец вот он дамброзио забивает дамброзио какой удар шикарный удар 0 1 интер на седьмой минуте ведет и взять два прощечек игры которые интер сыграл они как вначале забили быстрые голы донорома расстроен команда интер празднует футболисты и вот как четкий удар неплохой от штанги ворота и гол 0 1 милан интер 0 1 дамброзио радуется просто превосходно и так милан разыгрывает билия родригес родригес центре что-то оказался хотя бы даже он должен крайнего играть и вот он оказывается но дом дамброзио отбирает у родригеса рафиня на кондреву кондрева видит канцеллу марио карди марио карди марио карди марио карди ничего не сделал конечно же марио карди марио карди точности паса но галиаридзини галиаридзини обыгрывает концеллу ну что можно сказать про милан конечно же милан молодец при филе к любви но начал уверенно как-то играть очень сильно начал уверенно играть честное вы ники марио чтобы итальянская серия А обратно вернула свое место, как говорится. Так же, как Милан, Интер, чтобы начал играть в тот же самый футбол, который можно наблюдать. Но вот момент у Милана и Родригеса бил, но, как и обычно, Интер спасает Самир Хонданович, который вообще блестяще играет. И я считаю, что он лучший в артаре в серии А вообще. Ну и сказать так же самое, что и молодой Донорума, который, он, в принципе, он неплохо, неплохо выступает за Милану. Хотя бы конфликты с болельщиками какие-то были там, которые он был расстроен, но все же он неплохо. Молодое поколение в Италии, в принципе, есть в артарее, который может даже на данный момент займет Буфона, который, на самом деле, это легенда Италии. Марио Икарди, Донорума спасает Милан. Но все же, все же, конечно же, обидно очень сильно, что итальянцы не вышли на чемпионат мира, очень, в России. Блин, что-то я портачу конкретно возле своих ворот. Не прошло. На Рафини не прошло. Но все же, к Андреу поборолся, но все же у Интера остался мяч. Да, и еще, жалко очень, что итальянцы не выходят. И очень сильно они жалко. Дамброзио по флангу. Не дают ему сделать передачу. Вот Бануччи. Но, если честно, очень сильно был удивлен, что Бануччи перешел в Милан. Очень сильно. Удивлен. Я думал, он останется все же в Ивентусе. Но, все же. Ну, в принципе, по игре компьютерной, вот, можно сказать, что равная игра. Равная. Даже чуть-чуть Милан, ну... Калинич. Калинич. Мог бы... Сделать. Но я больше в варианту, что Калинич не выйдет. Ах, не дали. Голиадзиньи. Поборолся на мяч, и его остался. Мог бы решить эту ситуацию. Мог бы счет быть 0-2. Но, все же, Донорума спасает. Все же. Вот, мы смотрим. Как Донорума спасает. Молодец. Смотрим. Вот, сейвы. Одним словом. 3-3. Что в одни, что во вторые. Кондрево подает. На Рафиньо. Очень высоко. Концело успеет. Да, успел. Успел. Миранда. Рафиньо. Дамброзио. Делает подачу. Вот он. 2-0. Марио. Марио Икарди. Марио. Да, в последнее время, что-то Марио Икарди разошелся. Не на шутку. Вот, болельщики радуются. Вот, смотрим. Рафиньо. Дамброзио. Еще, можно сказать, Дамброзио. Молодец. Взял точную передачу. И Марио Икарди поборолся. И выпрыгнул выше. И забил. Удар от головы. Как он это любит. Да, ему только дать один момент. И он это все сделает в гол. Если на втором этаже. Можно так сказать. Но, но. У Милана можно сказать, что есть Бануччи. Который очень опытный игрок. Калиниччибать. Дамброзио. Канцело, Кандрево. Кандрево, на Галядзине. Галядзине. Рафиня. Рафиня на перешече. да если касса лучше центре покуда в миланом по игре этой дамброзио ван прежде подача марио карди наносит удар но донорума донорума кондрева марио карди рафинья рафинья наносит но нет донорума снова вытаскивает вот мы смотрим удар по центру до по центру но все же карди не конце ло успевает догнать мяч подачу делать иван перящий ой 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 что он сделал да если это на самом деле такой будет счет в игре я буду просто очень сильно удивлен или даже если все наоборот будет вот смотрим подача людей не смог пробить в конце лова достает этот мяч делать передачу иван перечь замыкает и вот он какой неплохой гол вышел принципе а здесь еще рикошет вот чем дело ну да 3 0 3 1 тайм заканчивает да очень интересно все же ну так смотрим по статистике 0 3 по забитым голам владели мячом 40 на 60 удары 4 9 полов нет у нас угловые 12 штрафных ударов только также нету пасы точность можно так сказать что равную но больше передач сделал миланцы лансы сделали больше навесов ну как обычно у интера всегда даже в статистике всегда больше наш потому что они лидируют по подачам в штрафную и которые можно больше сказать что все голы со что все через края играют и через передачу которые марио карди забывают в основном можно так сказать перехваты 12 13 принципу равна отбора мяча 35 и сэйвы вот можно похвалиться дону руму дона рума которую да сделал очень много сэйва и который тащил блин у милан и сказать и вон их ошибок вообще нету нету вот первый гол можно сказать это ошибка защиты которые дали пройти дом бросил и он пробил там труднейший мяч который он забил и и донорума не смог второй гол ну там подача в которой марио карди замкнул так что я тоже так думаю что это тоже защита и третий гол конечно же вот тоже подача и который давно рума ничего не мог сделать чтобы рума мог вытащить он вытащил у интер хандана еще он все взял что мог даже хоть хотя бы и защита виновата во всем итак и начнем второй тайм принципе итак разыграет интер карди был дамбродио миранда шкринер канцелло кондрева кондрева канцело делать подачу иван перешить удар головой но все же мимо все же мимо но все же дом на рума бы взял от мяч я думаю она винтура кесси вот на родригеса родригеса не точные передачи города двигаться можно так сказать дамброзе дамброзе переводит на кондрева кондрева дальше канцело канцело подачи на марио карди но марио карди не достает этот мяч и дальше ван перешить персин гуд калинич в инвентуров билет билет на калинча калич 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 но здесь ханда на вещь тащит запутался в сетке ну вот смотрим какая передача четкая вообще били и просто он попал прямо в ханда на еще можно так да он попал бы в бок ну я думаю что скорее всего что был был гол итак кондрева к концело марио карди пробивает но ванна пересча был момент мог бы он решить этот брозович зарешил дальний удар какой дальний удар вышел и донор ума да и неплохой удар вышел конечно кондрева подает горятине как обычно гляди не может ничего сделать сколько моментов его финю вокруг не увидел дамброзе там бросье подача марио карди нет вот он кондрева наконец-то забывает этот гол хотя бы в этой игре как итальянские комментаторы всегда кредит гол 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 вот этот при мне прикалывает их не как они комментируют итальянцы и как они болеют за свои команды которые даже комментаторы это просто блещащие какие они эмоции этому все отдают ну вот смотрим передача дамброзе рафиня как точно сделал и вот марио карди не достал но кондрева замкнул эту передачу до кондрева хочет забиться в этом сезоне голу но он не может он только он дает передачи и жалко мне ошибка банучи ошибка но марио карди решился дальним ударом но это мимо неплохой удар неплохой конечно же с били но миранда рафини ошибаться нет но борьбу выиграл иван перечис убегает видите что потом движение делать марио карди но не точно но не точно все сусо бонавентура бонавентура на белью белью нельзя разгонять он дает передачу но не точно галерди не разгонять никто не встречает практически марио карди подключаются к андрееву но он не точная передачка андреева делает вот родригес не знаю что сделать ему нету подключения соперников точнее его команды кто 7 играют нету подключения напарников по команде дамброзио дамброзио что вытворяет дамброзио 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 несется по флангу просит иван перечис все же получает иван перечис передачу перечислить передачу но не то рафини не дают рафини говорит что нарушение но все же вот коленичка длинная передача но миранда миранда как он хладнокровно сыграл в этом моменте вот к андреева но нет андреева не дают ему ускориться на сусу суса глядзинио глядзинио на шкринер шкринер на дамброзио дамброзио на перечислить но тут друг другу помешали дамброзио с перечислить но все же иван перечислить поборолся рафиня увидел он набирает обороты рафиня удар нет ты не зарабатывает угловой это не прошел по центру поля блин без проблем но я могу сказать да он неплохой такой игрок который может сделать игру один да давно такой игрока не хватало у интера конечно же на бросил подает иван перечис донорума как же он вытащил это просто сэйвище нос ай да к андреева пробивает да к андреева может пробить с дальника блин очень хорошо и хороший поставленный удар но все же донорума тащит тащит милан канцелов поборолся и милан заработал угловой вот подачу делать сусов но все же дамброзио вот я вообще не представляю в ай да 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 надо сделать замены мы выпустим да у нас есть заменки так я бы вот допустим я есть такой счет бы выпустил молодого кармо вместо марио кардио и и и и и и и да вместо марио карди выпустить эдера нет 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 я извиняюсь я извиняюсь я не эдера хочу где 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 вот далберт далберта вот 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 это замены я хочу такие сделать итак посмотрим что сделать молодой кромок против сильные команды как милан ну и расположение пару минут осталось принципе 6 плюс еще можно сказать что компьютер добавит 2 вот коленича и выходит момент колени забивает колени забивает 1414 и вот тут ошибка вас прежде не убежал и точный пас к линчу и он кладнокровно решает этот момент не давая шанса ханда но еще точный удар в угол точно ну здесь я уже в подкации шел там уже должна быть желтая карточка конечно же за грубость такую итак милан 14 интерс крому крому как он разбирается но на опыте аббата который блин бат решает этот момент вот и может конечно еще один есть будет момент реализовать но здесь бродович бродович видел марио карди марио декарди прострелит ближнюю с острова угла ну ближний угол но донорума донорума решает здесь марио карди мог бы конечно же сыграть еще на бродовича конечно же но а халиньич ты ничденьше аббат она магноле но здесь весину и вот финальный свисток который милан интер в дерби выиграл интер со счетом 1 4 1 4 если это конечно же так будет просто будет превосходно и вот вот этот гол просто превосходно дом дом бросил молодец и все же сравнить если так в игре сыграет интер это просто будет превосходно для интера просто же превосходно и так мы посмотрим еще одну статистику интер практически ничего не изменилось кроме того что цель цель вы и увеличить чистые навесы для интера так что что можно сказать в этой игре принципе данный момент принципе интер был лучше но милан давал играть защита давала очень сильно играть и края так что если это также самым будет в завтрашним дерби так что у милана будет очень большая проблема затем принципе интер сыграл отлично что можно сказать да и принципе самир ханданович который вытащил сколько сетку 4 сетку и донорума вообще просто превосходно блин я смогу сказать что вот эту игру можно так сказать сыграли в артаре больше защита у милана вообще было очень слабенько полузащита до нападение тоже которые были моменты которые двух сторон можно сказать и у интера реализовал свои моменты большинство милану как бы нет вот так что по защите как был у интера лучше полузащита принципе неплохо что у милана что и и у интера затем дальше смотрим принципе в нападение также также неплохо все говорю все сыграло роль большую это в артаре и защита милана которая она провалила эту игру в принципе и были также у меня которые играют за интер были ошибки очень грубейшие ошибки которые милан мог бы сделать и так сделаем вывод в этом компьютерной игре что интер реализовал все моменты которые можно так сказать и вон и которым мог он забить одним словом милан нет не смог и вот счет дает все знать на табло и что милана слабая защита все если это так же самое будет в дерби завтрашнем значит победа будет у интера есть также сам и и так дорогие друзья конечно спасибо вам за просмотр этого видео если вам понравилось видео ставим лайки подписываемся на мой канал дальнейшее будет тоже видео которое будет следующий тур серии а который интер будет с кем-то играть если вы хотите увидеть также другие видео допустим у там рому допустим с миланом посмотреть и за кого я сыграл пишите в комментариях что вы хотите и я постараюсь это видео сделать всем спасибо всем удачи